Ну и одним из участников съезда Федерации Работодателей был Михаил Шпиндельгер, бывший вице-канцлер Австрии. Чтобы он посоветовал Украине, вот мы можем у него прямо сейчас узнать, он на связи с нами из Вены. Вечер добрый, спасибо, что присоединились. Мне объяснили, что я могу говорить с вами по-русски, не будем переходить на английский, что мои вопросы вам переведут. Ну, наверное, так будет быстрее. Скажите, ну вот если смотреть на Украину глазами европейского политика, а в чем вам видится решение наших проблем? Что реформам препятствует больше всего? Давайте посмотрим на происходящее глазами потенциального инвестора. В Украине главные проблемы – коррупция, отсутствие стабильности, и, конечно, бизнесмены не будут уверены, что инвестиции окупятся. Тут и нужно думать, что менять. Конечно, нужны реформы, которые сделают коррупцию в Украине просто невозможной. Коррупция – корень зла. Во-вторых, потенциальные инвесторы должны быть уверены, что их собственность защищена. Для этого нужно внести поправки в Конституцию. И третье. Вам стоит плотнее заняться европейской интеграцией. Соглашение об ассоциации вступает в действие с 1 января следующего года. Я считаю, Украина к нему не готова. У Украины есть отличный шанс найти свое место в Европе. Ведь у вас есть рабочая сила. Я считаю, что Украина должна использовать эту возможность незамедлительно. Ну, пожалуй, самая главная дискуссия сегодня в Украине вокруг налоговой реформы. Вот мы практически начало эфира этому посвятили, говорили с украинскими политиками. Нам интересно ваше мнение. В парламенте предлагают резко снизить налоги, чтобы бизнесу помочь. В правительстве не желают идти по этому пути. Хотят оставить довольно высокое налогообложение. Вот вы, как европейский политик, который был одним из первых лиц австрийского правительства, что вы предлагаете, ваше мнение? Мы очень внимательно изучали систему украинского налогообложения. По сравнению со странами Запада, налоги у вас, может, и невысокие. Но на следующие несколько лет страна должна обеспечить стабильность, чтобы любой инвестор был уверен, налоговый кодекс не будут перекраивать. Ведь в прошлом в него постоянно вносили поправки. И в такой ситуации никто не может быть уверен, что инвестиции защищены. Мой совет – ввести мораторий на три года, чтобы люди, которые хотели бы вкладывать в Украину, были уверены, что правила игры не изменятся. Ну а помимо вот этого моратория, что еще может быть предпринято в Украине в ближайшие, может быть, месяц, два, в ближайшие несколько месяцев, чтобы мы наконец-то почувствовали вот этот позитивный эффект от перемен. Так хочется его почувствовать. Много говорят о переменах. Что может быть сделано, чтобы наконец-то пришло это ощущение, что да, в стране что-то меняется? Я считаю, что экономический рост, конечно, необходим, но вы не можете быть ни в чем уверенными. Это не упадет с небес. Нужно провести множество реформ, сделать так, чтобы они заработали. Первое – коррупция. Важно также, чтобы когда споры решаются в судах, независимые судьи принимали справедливые решения. Это необходимо для любого инвестора. Если все это заработает, то шансы для экономического роста весьма неплохие. С точки зрения европейцев, Украина очень интересная страна. Но если ничего не менять, никто не будет вкладывать в нее деньги. Спасибо большое, что к нам присоединились.